Привет! Меня зовут Яна. Мы с Сергеем посвятили себя фигурному катанию. В спорте, как известно, важно всё, в том числе и питание. И сегодня мы хотим попросить профессионального повара научить нас готовить блюда для спортсменов. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Андрей. Ну, прежде всего, от всей души хотелось бы поздравить вас с огромными успехами на чемпионате Европы. Спасибо. Их ошеломляющий танец покорил буквально всю Европу и принёс Яне Хохловой и Сергею Новицкому бронзовую медаль континентального чемпионата по фигурному катанию 2008 года. Завоевать медали на чемпионате Европы, бронзовые медали, это для них, во-первых, первый такой большой шаг в их карьере, и для нас тоже. Они понравились публике, они понравились судьям. Публика планировала стоя одним из немногих пар, которые были на чемпионате. Этому успеху предшествовали годы упорного труда. Спортсмены впервые встали в пару пять лет назад. И с тех пор их жизнь подчинена железному спортивному режиму. Шесть дней в неделю, по две тренировки в день. Их тренеры Александр Слинин и Ирина Жук уверенно ведут спортсменов от победы к победе. Сейчас карьера Хохлова и Новицкого находится на взлёте. Победа в чемпионате России, бронза чемпионата Европы. Но главная цель впереди. Ребята надеются, что в 2010 году в Ванкувере именно в их честь прозвучит гимн России на самом главном для всех спортсменов соревновании – на Олимпийских играх. Я надеюсь, что те оригинальные и необычные блюда, которые я предложу вашему сегодняшнему столу, впоследствии вы включите в свой спортивный рацион. Я с большим удовольствием сейчас предложу вашему вниманию оригинальный салат. Называется он салат из краснокочанной капусты с кальмарами по-провански. Его основой служит краснокочанная капуста. Будьте добры, порежьте, пожалуйста, пару огурчиков вот сюда, в эту пиалу, а я тем временем расправлюсь с капустой. Яночка, скажите, пожалуйста, а вот ваши вкусовые гастрономические пристрастия, они совпадают с тем, что нравится вашему партнёру? Сергей. В общем-то, я, наверное, не могу сказать, что совпадают, потому что вы же понимаете, что мужчинам в любом случае нужно кушать мясо. И Сергей очень любит все блюда из мяса, вот, и достаточно неплохо их готовит. У нас с Яной, к сожалению, абсолютно разные вкусовые пристрастия, потому что она больше любит травку зелёную, я имею в виду там укроп, петрушку, ну, в общем, овощной на человека. А у меня наоборот, я как бы не очень люблю овощи и очень люблю мясо. Яночка, я замечу, что форма нарезки у нас с вами пока едина. Как у вас так быстро получается? Это всё дело практики. Но я думаю, что ваши умелые женские руки со временем овладеют и не такими навыками. Главное было бы время на всё это. И главное желание, желание и настроение. Нет, и на самом деле, когда свободное время есть, я очень люблю готовить, люблю также готовить выпечку разную. У моей мамы есть несколько рецептов, особенно есть один тортик такой, вот. И я готовила его для Серёги как раз. На мой день рождения Яна действительно один раз приготовила торт. И когда вот, ну, здесь и все мы дома, то не я один попробовали, конечно, торт был фантастически вкусный. То есть такие ни в магазине не продаются. И, к сожалению, она больше мне таких не делала. Скажите, пожалуйста, а как сложилась ваша пара? Наша пара сложилась довольно-таки неожиданно. От меня ушёл мой бывший партнёр, и я поменяла просто тренера. Вот. И мы катались какое-то время в одной группе. Я с одним партнёром, пробовалась там с несколькими. А Серёга катался с партнёршей. И, в общем-то, он даже собирался ехать на соревнования. Но буквально за неделю до отъезда партнёрша сказала, что кататься больше не хочет. И в тот момент я тоже готовилась на соревнования, на российские. И, приехав туда на соревнования, в общем-то, наш тренер решила, ну, так нам не предложила, решила, что нам лучше кататься вместе. Я тут же согласилась, и по приезду уже соревнований мы с Серёгой встали в пару. Вот так вот всё и началось. Они пришли к нам в группу, когда мы ещё только начинали тренерскую карьеру. Ребята нам сразу понравились. Понравился именно их напор. Для того времени они не очень были хороши по их данным, то есть по росту. Это считалось, что в танцах должны кататься высокие спортсмены. Но вот их энергетика, их напор нас сразу поразил. Мы сказали, что это наш. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!